Неудачный манёвр, страшная находка и смертельное ДТП. В эфире Днепроперативный и это Дайджест событий. Неудачный поворот. Доездился. Автомобиль Дача двигался по улице Космической в сторону Кольца. В этот момент водитель Тойоты, который ехал в противоположном направлении, решил повернуть на улицу Комарова, но не предоставил преимущества в движении первому авто и протаранил его. В результате ДТП транспортные средства получили значительные повреждения, а беременная пассажирка французской машины – травмы. В подробностях случившегося разбираются правоохранители. Страшная находка. Прогулка с сюрпризом. Девушка гуляла возле Дворца культуры Ильича и обнаружила на земле куски мяса и рассыпанную соль. Посредине так называемой инсталляции неизвестные оставили печень, которую проткнули ножом. На место происшествия Днепрянка вызвала правоохранителей, подумав, что мясо человеческое. Полицейские собрали куски плоти на экспертизу. По одной из версий, люди могли проводить оккультный ритуал. Подробности инцидента выясняются. Новости от соседей. Ну и зачем было резать? В Киеве произошел страшный инцидент. Там возле одного из торговых центров между двумя парнями завязался конфликт. В определенный момент один из них достал нож и ранил оппонента. В результате этого пострадавший получил достаточно серьезную травму и потерял много крови. Врачам удалось остановить кровотечение на месте происшествия. Нападавшего задержали правоохранители. На данный момент причина конфликта и все обстоятельства случившегося выясняются. Улов не удался. От закона не убежишь. Полицейские Днепра предупредили незаконный вылов раков из Каховского водохранилища. За два дня патрулирования правоохранители проверили более 91 километра водной территории и обнаружили 2100 метров сетей раколовок и около 6000 раков. Все выловленное выпустили в водохранилище. Таким образом, патрульные не допустили нанесения государству ущерба на сумму около 150 миллионов гривен. Немного не вписался. Теперь ненадолго забудет про гонки. Автомобиль Киа двигался по улице Космической в сторону Запорожского шоссе. В этот момент водитель Митсубиси решил устроить дрифт на повороте с Кайдатского спуска, но не справился с управлением и влетел в корейскую машину. От удара транспортные средства получили значительное повреждение, а авто виновника развернуло. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Детали аварии выясняются. Потеря сознания? Безысходная ситуация. Автомобиль Митсубиси двигался по Сечеславской набережной в сторону Набережной Победы. В определенный момент девушка за рулем авто не справилась с управлением, выехала на обочину и врезалась в бетонную стену. Удар был такой силы, что машина получила значительные повреждения, а шофер и пассажирка – несовместимые с жизнью травмы. Также сообщается, что у водительницы японского транспортного средства были проблемы со здоровьем. В подробностях смертельного ДТП разбираются правоохранители. Жми колокольчик и подписывайся на канал Днепр Оперативный. Стань частью нашей команды. Присылай в телеграмм Днепра Оперативного новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города. Продолжение следует...